Всем привет, друзья мои! Девушка приехала! А вот и я, друзья мои! Боже, помоги мне! Едем с Настей опять знакомиться с турецким народом! Пока-пока! Всем привет, мои дорогие! Кажется, собирается дождик, и я решила запечатлеть вам такое пасмурное небо в Мерсине. Тучки, тучки! Четыре часа дня, ничего интересного не было, как обычно. И тут вдруг мы пошли там, с Ашкемом вышли на улицу, компьютер там отнесли на ремонт. Прогулялись, смотрим, сели в парк посидеть. И дождик моросил. А он, говорит, быстро пошли домой. Ну вот, пришли домой, дождя нет, чуть-чуть покапало. Хочу показать вам мои перцы, мою гордость. Посмотрите, какие красивые перцы. А это, эти, красного цвета. Может, они потом краснеют, наверное, скорее всего. Так, здесь вот такие стручковые перчики. Ну, а это маленький перчик. Вот моя гордость. Что у меня сейчас самого красивого. Ну, эти вы видели. Эти тоже. И этот хорошо расцвел. Многие мои подписчицы любят мои цветочки, когда я показываю. Авокалийка растет. Эти пока в такой спячке. Эти цветут. Все супер, мои дорогие. Ну, а я сейчас готовлю обед. Кто-то мне спрашивал, почему у вас не голубцы с мясом. Вот в Турции вот такие голубцы в основном делают. Такие, да, постные. Мясо мы на второй день я хашламу отварила и поела. Наелось мясо. А эти постные, ну, очень вкусно с йогуртом. Пойду я готовить и с вами поболтаю. Ну, а вот и я, собственно, перезаю. Друзья мои, сегодня я решила приготовить необычный суп. Называется он яйла чорбасы. Он из риса и булгура с йогуртом. То есть йогуртовый суп. Для этого вот я взяла вот столько булгура помыла. Вот столько я помыла риса. Наверное, стакан на глаз. Чайный стакан. И сейчас я залью водой. И буду варить до полной готовности. Ну, а потом покажу вам, какой супчик приготовила. А также у нас будет сегодня испанак. Кстати, по Турции в новостях показывали, что очень много людей отравились испанаком. Почему, друзья мои? Потому что вместе с испанаком еще и сорняки какие-то продают. Но, естественно, люди, когда срывают кусты, да, они не смотрят, что там сорняки. Поэтому нужно каждую по отдельности промыть и пересмотреть. Вот у меня здесь петрушка лежит в уксусной воде. Сначала они у меня полежали в уксусной воде. Сейчас петрушка и рога я также каждый листик потом перемою. Сегодня отчистила свои шкафчики, холодильник. Прямо, ух, как хорошо. Этот шкаф вы там помыла. Достану. Значит, этот суп, прежде всего, необходим йогурт для этого супа. Одно яйцо нужно для него. Еще что, друзья мои? Мука. Я сейчас достану его курицу. И, естественно, из травы, из пряностей нужно мята. Но потом все покажу вам. Сейчас хочу рассказать. Меня спрашивают также. Скажите, пожалуйста, что вы кушаете? Что вы кушаете? Что сейчас в моем питании? Знаете, я все подряд кушаю. Я раньше исключала все жареное, жирное. Сейчас я все подряд что готовлю. Мужу ту и ем сама. Как-то так не заморачиваюсь. Вот утром я сегодня поела ржаной хлеб с сыром плавленым. Покушала и с медом покушала. Чай выпила. Мужу пожарила картошку фри. Прямо так пол-литра масла залила. Он мне все рассказывает, что в Турции картошка только так воспринимается. А не так, как я жарила раньше, чуть-чуть подливала масло. У них должно все это кипеть. Но сделала я так, как он хочет. Сосиски тоже туда бросила. Он поел это. Сейчас вот я вот вечером поем. И голубцы вытащила, кстати. Вот этот суп поем. И испанак с яйцом. В общем, у нас такое сегодня. Не мясное. Вы знаете, я там уже раньше, когда жила в Грузии, не представляла свою жизнь без мяса. Ну, а здесь я перешла на курицу. На рыбу. С ума не схожу за мясо. Если я зайду в ресторан, и мне скажут, какой ты хочешь Тантуни, я выберу куриный. Вот как-то так. Наверное, отвыкаешь от всего. Ну, я бы, например, мясо представляю, когда там куски мяса отварные. Вот как хашламам можно поесть и душу отвезти. А так, чтобы с ума сходить, каждый день нет уже по-другому. Тут, знаете, какие вкусные фрукты, овощи. Ашкин вчера купил такие вкусные помидоры домашние. Просто обалдеть. Они сладкие-сладкие. Прям хочется вот только салат сделать такой вот. И есть эти помидоры с луком, с маслом, хлебушком. Вот это счастье, мои дорогие. И поэтому в последнее время я не придерживаюсь никакой диеты. Я просто каждый день делаю йогу. Как бы мне не хотелось рано вставать, я делаю. Если я позже встаю, вот сегодня я проснулась попозже, я сделала записи. И каждый день у неё разные упражнения. Вот сегодня у нас была растяжка на тазобедренные суставы. Очень хорошее упражнение. Я уверена, что завтра у меня будет уже болеть, буду чувствовать болезненность в мышцах. Потому что я ещё и такие упражнения не делала за 5 месяцев. Да, она каждый раз разные делает. Вот сейчас мой рис кипит, мои дорогие. И как раз что-то у меня НДР там с моим компьютером возится, подключает, как его научили. Ну, а я буду готовить йогурт. И что нужно для этого? Что нужно для этого? Сейчас, ладно, лучше я в мисочке другой сделаю. В этой мисочке. Я добавлю йогурт. Обалденный йогурт. Покупает и чим, и очень вкусный. И даже его ещё только открыла я. Перед тем, как... Я сейчас покажу вам. Сейчас покажу поблизости. Смотрите, какой йогурт обалденный. И я всегда его, после того, как открою, помешаю. Сыворотка не отслаивается, да? Вот он такой равномерный. Сейчас я вот положу. Сколько сделаю? 5 ложек. И размешаю с... 1 или 2 ложки муки. И 1 яйцо. Посмотрите, какой красивый у меня суп получился. Яй на чорбосы. А здесь у меня шпинат. Я как раз готовила видео. Один канал мне попросил видео там какой-то кулинарийный. Чтобы было свежее видео. Нигде не опубликованное. Вот я решила заодно и снять видео для этого канала. Ранее не опубликованное. Хотя у меня и есть, как готовить испанак. Но вот этого и супа нет. Сейчас я вам покажу, что это за суп такой. Что это за чорбосы. Посмотрите. Я тоже первый раз не понимала, как с йогуртом можно приготовить суп. Но сейчас я вместе с вами попробую. Это очень вкусно. Ну, а также шпинат. Вкуснятина. Приятного аппетита. Всем доброго утра, мои дорогие, любимые подписчицы, подруженьки. Девочки, сегодня я сегодня решила приготовить себе на завтрак овся на блин. Сегодня я не пошла на набережную. У меня, вернее, после йоги появилось очень много дел. Так заработалось, что посмотрела, что уже поздно. 10 часов. А дел еще больше в это время. Я стараюсь быть дома. Поэтому, мои дорогие, может, мы днем сходим с Эндером погуляем. А сейчас я готовлю себе завтрак. Разложила в свою посудомойку. В общем, кастрюли все надо это попрятать. Так хорошо моет эта посудомойка. Боже мой, вы не представляете. Когда только я приехала сюда, эти кастрюли были какого цвета. Я же все потом... Их скоблила средствами моющими. Покупала какие-то средства. А эта машинка делает чудеса. Тут чуть-чуть, да? И тут, посмотрите, да? Это просто прелесть, девочки. Какие кастрюлечки блестят. Обалденная. Вот такая у меня беку. Я очень довольна, очень. И холодильником довольна. И это... Только надо вот эту плитку поменять. Но никак до нее не доходят руки. Вот, мой блин уже готов. Сейчас я буду его кушать. Видите? Ой, чуть не потеряла. Чуть мы его не потеряли. Ну все. Приятного мне аппетита. Погода замечательная. Посмотрите. Но я, знаете, уже в квартире всегда прохладнее, чем на улице. Не так ли? Хочу вам сказать, что у нас открылся салон внизу. Видно, было недавно открытие. Вон в дистрибьюторе что-то привозят. Как-нибудь надо посетить его. Что там такое? Бьюти-салон? Ремонт делали такой. Мой муж все говорит. Ремонт там, ремонт. Я говорю, ну сколько с этих салонов? В каждом почти ситы. Полно этих салонов. Но когда я только приехала и увидела этот салон, я так обрадовалась. Забежала туда. Думала, хоть будет мне тут укладку делать на мои волосы. А они говорят, нет, у нас только депиляция, брови, еще что-то. Я сказала, мне не надо депиляции. И у них не было. И поэтому у меня руки опустились. Вообще странно, правда. В любом месте должно быть обязательно стилист-парикмахер какой-то по-старому. Но, к сожалению, не во всех. Профессионалов здесь мало, я так поняла. Вот они будут. А, Вестел будет кондиционер им устанавливать. Понятно? Ну что, моя хорошая, пошла кушать свой блин. Блин, 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 блин. Покажу вам ночной мерси, вечерний, не ночной. Друзья, я сегодня сейчас тоже все бросила. Иду с моим мужем. И его друга тоже заберем на прогулку. Он сказал, пошли гулять. Я говорю, пошли. Все бросила и пошли. Когда будем возвращаться, зайдем, купим лаваш. И на вечер у нас будет сегодня танкуниев. Хотя кушать не хочется пока. Пойдем прогуляемся по набережной. Погода обалденно теплая. Я просто накинула. Думаю, буду возвращаться и замерзну. А так, очень тепло у нас, друзья мои. Расскажу вам о новостях в Адуме. Мама и мои дети, я уже рассказывала про скушенные. В школу не ходят, они не в садик. У нас такие дожди в Грузии. Холодно там. И все больные. Дочь, дети, мама. Все больные. Мама начала уже принимать антибиотики. Послушала ее врач. Ходила как врачу. У нее нет слова. Буду воспаление, а немножко бронхит. С каждым днем ей, конечно, лучше. Мари со мной разговаривает. Конечно, скучаю я по ним. Но они не скучают, наверное, по бабуле. Ну, маленькие еще, не понимают они. Ну, я ее не обижаюсь. Конечно, когда ты рядом, тогда они тебя помнят. Все равно они, мое хорошее, тоже запомнят. Сколько бабуля с ними гуляла на море, ходила, в парк ходила, по Мерсилу ходила. Вот такие вот у нас дела. Родители были с моей заловки, и они поехали домой. Не захотели здесь больше оставаться, потому что им здесь трудно. У них какие-то там дела были, и сказали, в следующий раз уже приедут. Вот такие у нас новости. Все по-старому. Если что, вспомню, расскажу обязательно. Но мы пошли. Если сравнить с батумской погодой, мы живем в раю. Мои наркодашлары боятся ужасно собак. И маленьких, и больших. Всех боятся. Как боятся они. Как видят собак, у них сердце в пятки уходит. Потому что их обоих в детстве покусали. Вот почему у них такой страх. Сегодня полнолуние. Можно загадывать желание. Лунный свет. Красиво. Вернулись мы. Купили вот такой лаваш. Я его подогрела с двух сторон. Я такая шустрая. Тут я приготовила для Тантуни мясо. Ой, какая шустрая. Можешь даже не ожидать. Можешь конеквеккал в лаваш. И сейчас это мясо тоже понесу. Приятного вам аппетита. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик. И на все уведомления.